Добавной, полезной функцией в OpenHub 3. Довольно давно я его использую. И вот сегодня как руки не доходят. Как раз сегодня хотел поправить правила. Суть в чем? Суть в том, что у меня много всяческих реле. Видите, плата реле 1, плата реле 2. То есть это реле, которое подключено электрическими проводами. Они подключены к различным командным... Как это объяснить? Например, ворота надо открыть-закрыть. Для того, чтобы их открыть или закрыть, нужно послать импульс. Важно, чтобы это было не включено положение и выключено, а просто импульс. Я делаю обычно одну секунду. Соответственно, в предыдущих версиях, еще с версии 2.4, я использовал вот такие правила. Много всяких разных правил. Сейчас начнем от них избавляться. Ну вот, например, импульс для закрытия ворот. Ну, не знаю, для гаражных ворот нет. Импульс открытия ворот. Ну, давайте вот то, что там более-менее. Что здесь у нас используется? Вот у нас есть sv14 open gate. Этот элемент, если он меняется на он, тогда запускается скрипт, который вот его, значит, с задержкой в одну секунду, значит, переключает. Вот так. А вот это зачем? А, тут такой момент. Это правило нужно для того, чтобы включать. Ну, неважно, да, это можно оставить. Это у меня еще прожектор на парковке включается, когда открывается калитка. Ну, вот эту часть можно будет убрать. Итак, значит, берем вот этот вот элементик. Вот этот элементик. Ищем его в элементиках. Вот он. Что тут есть? Тут есть, можно добавить метаданные. И в метаданных есть expiration timer. Что он должен сделать? Либо поменять состояние, либо передать команду. Ну, мы будем передавать команду off. Через какое время? Через одну секунду. Вот так вот. Меньше одной секунды поставить не дает. Ну, в общем, это и нормально. Вот, появилось в метаданных, появилось, собственно, expiration timer. Прелесть таких таймеров, то, что, если, ну, например, в более сложных случаях, если будет поступать несколько одинаковых команд, то таймер будет суммироваться, то есть продлеваться. И, то есть, для этого не надо городить какие-то сложные функции. Это вот делается с помощью вот этих метаданных. Реально достаточно удобно. Так, окей, здесь мы поменяли. Здесь вот мы из этого кода просто тут, вот этот кусочек убираем. Ну, а, соответственно, включение прожектора мы оставим. Ну, соответственно, да, если он нажат, то, соответственно, можно вообще это убрать, да. То есть, вот уже не надо эту конструкцию. Тогда мы просто делаем вот этот парковочный свет. Мы его просто передадим туда команду ему включиться. Вот прожектор. Передадим ему команду on. Готово. Соответственно, скрипт нам здесь не нужен. Конструкция облегчилась, стала более простой и понятной. Вот, примерно таким образом. Ну, а, соответственно, кто ему дает команду on? Ну, много кто. Нажатие всяких разных кнопок из приложения. Там можно эту команду дать. Вот, собственно говоря, ну, давайте посмотрим, оно как будет работать. Как бы мне это сделать. Мы это сделаем просто. Мы это сделаем просто. Вот у нас вот это вот открыть ворота. А кнопку открыть ворота я буду нажимать на телефоне в приложении. Вот, давайте, значит, нажал. Вот она выключилась. Калитка тем временем открылась. Второй раз прошла команда. Вы видели, она прошла сама. Потому что это я нажал открыть калитку. А открыть калитку это... Давайте сейчас я закрою. Хотя, наоборот, ворота открыл целиком. Надо было закрыть. Вот. Ну, давайте, закрою. Закрою ворота пока. Так. Вот. Есть еще правило, которое делает калитку. Да. То есть... Калитка, калитка, калитка. Где же это у меня? Короткое нажатие на панель в прихожей. Вот, например, оно открывает калитку. Оно запускает у меня скрипт. А, у меня тут есть это. У меня же есть специальное правило на калитку. Да, я сам уже забыл. Давно уже это все сделано. Сто лет это все работает. Где же, где же у меня калитка? Вот он вход. Вход, вход. Индикация. Короткое ворота. Калитка. Вот, калитка включена. То есть, если ворота СВ поменялся на статус ON, то тогда... То есть, это когда мы просто закрываем короту. Запутался. Так. Где у меня еще раз? Gate. Калитка. Gate. СВ. Оф. Что-то все закрыто. Закрыто. Слушайте, запутался. Надо отдельно к этому было подготовиться. Давайте про таймер лучше расскажу. Вот, где он у меня работает. Он у меня работает, как в душевой. То есть, там таймеры на датчике присутствия срабатывают. Вот, соответственно. И там вот этот таймер добавляется автоматически. То есть, что здесь у нас есть? Душевая. Присутствие в душевой. Присутствие в душевой. Ну, то есть, вот если один из двух датчиков, у меня их там два стоит, то тогда вот этот Shower Light Switch, вот на этот... Ну, давайте вот здесь найдем этот элемент. Shower. Что такое? Почему медленно? Выключатель света в душевой. Смотрим. Вот. У него есть таймер 5 минут. То есть, на 5 минут он после каждого этого включается. Ну, это более чем достаточно. А вытяжка, соответственно, выключается... Там вытяжка включается с задержкой. А выключается она, когда... Ну, тоже какой-то определенный таймер с задержкой, ну, и по влажности. Вот. А то, что касается вот этих вот правил с импульсами... Ну, давайте еще раз, еще какой-нибудь импульсный переделаем и закончим. То есть, в принципе, основная идея тут ясна. Где у нас ворота? Ворота закрыты. Здесь запускается скрипт. Скрипт передает команду. А, то есть, надо импульс менять. Я не то им делаю, да. То есть, это сами команды. А тут вот есть формирователи импульсов отдельно у меня. Вот они, имп. Я таким образом пишу правила, но чтобы можно было ориентироваться, да. Вот импульс для закрытия ворот гаражных, да. Тут должен быть предельно простой. Выключение. Ну, то есть, да, вот он сначала передает команду, а потом еще, если как бы... А даже не проверяется, вечер или нет, но прожектор парковки на всякий случай через 3 минуты после закрытия ворот выключается. Ну, в общем, логично, да. Давайте вот этот вот SV, вот этот вот... Закрыть ворота. Добавим ему метаданные. Expiration timer. Одну секундочку. Вот так вот. Передадим команду OFF. То есть, как только он включится, через секунду мы его выключим. Соответственно, вот это можно смело отсюда убирать. Вот. Ну, и тут... А этот таймер с... Этот таймер тоже, на самом деле, можно переделать. То есть, его точно так же можно вынести, но, наверное, оставлю это здесь в правилах. Тут ничего такого. Да. Ну, пока так. Но, тем не менее, вот... Тем не менее, тем не менее, полностью правила убрать не получится из-за прожектора. Надо делать на гаражных воротах. На гаражных воротах все просто. Там тупо импульсы и больше ничего. Вот, да. Прямо, прям вот как бы... И импульс для гаражных ворот. Вот. Там... Там должно быть ничего. То есть, вот там на 12-й выключатель. То есть, это первая плата. Соответственно, второй выключатель. У меня таким образом закодировано. Вот. Ну, то есть, вот он к Apple-овскому HomeKit-у подключен. Вот. Ну, и, соответственно, сделаем у него еще и таймер. Таймер. Крутись. Так. Send Command. Офу-фу. Готово. Так. Соответственно, вот это вот правило. Вот это правило все целиком. Можно смело буду удалять. Вот. Вот примерно такая история. Думаю, что вам может... Кому-то, может быть, пригодится вот этот опыт использования таймеров в OpenHub 3. Спасибо.